Мы добрались с тобой как раз напротив дома, который мне дал наш дорогой Санкт-Петербург для образования нашего подпольного музея звукозаписи. Как раз тут видно и стройка, где строят кафе, и дом, последний дом на Ленинском проспекте. И мы, как раз, заехали в Стрельню, чтобы посмотреть, как это выглядит с другой стороны. Вот, наконец, осуществилась наша мечта. Так что, будем сюда иногда проезжать, проверять, насколько кафе растет быстро. Идем, мы быстрее. Идем, мы быстрее. Идем, мы быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые интернета зрители! Сейчас мы находимся возле помещения под названием Атлантик Сити Из разряда прошли половину пути от великолепного оператора, работающего в том числе с группой Андрея Минаева, к новому открывшемуся метро в Санкт-Петербурге под названием Лиговая Вот поэтому мы решили тут постоять, немножко поговорить, поизображать, что фотографируемся, когда на самом деле мы понимаем, пока еще не знаем на что Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые интернета зрители! Мы находимся у Американского конкурса бывшего, но доска висит, флагов нету И держа брусту колбасок! Которую мы только что нашли, я такой... Да, кризис! Вернись, вернись, я все прощу! Ну, спасибо! Мы находимся в доме, который недалеко от набережной Нуты, и он построен ему 100 лет, вспомнилось в прошлом году Здесь кирпич там где-то... Добрый вечер, уважаемые интернета зрители, наконец-то добрались, но там очень хорошо говорили Да, мы ставим приветствую! Мы выберем за то, что сейчас такие восхитительные колбасу, которые нашли на курице Мы не шутим, мы съедим ее! И надеемся на это дело, и надеемся... Потому что там очень... Президентанты песни, замечательные художники, зеленый полочек, эти картины, этот божество, агония... С тех миром спасут нас, я верю в это! А теперь все взяли вам кусочку колбаски Желаю всем, что есть! Мы не умрем, друзья мои! У меня есть... А, ой, здесь даже много сразу, чтобы, да... Владимир у нас с нами из Америки... Вы где-то... Веганы... Веганы сейчас... Веганы, да... Веганы... 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 Огромный мир вокруг и мир бездомный в нас. В сознании живут вчера, сегодня и сейчас. Прекрасные мечты, минуты сожалений, успех, любовь, волнение, удивление, оброгащие вдоль, как яркое видение, как бесконечный сон, как мира, вдохновение. До нас что было, мы не знаем и не боимся не узнать вовек. Что будет после нас, переживаем, уж так устроен человек. Куда уйдут весенние поля, придут и не рассвет, и запах нивы. Куда уйдут родные и друзья, ох, если бы узнать смогли бы. Весь этот мир, таинственный, бескрайний, как сказка, добрая из глубины веков, приснился нам, как ветер, ранний и слегка по-долго и много, и затем, ну, были опланты, река Волчика. Там, теперь спятся вводные каналы, портовые каталлы, а влюбовали твой храм, и ветра подходящего нету, чтоб носила тебя по свету. Но море тебя учило, что ветер ты, ветер ты сам. Ветер ты сам. Топу птилия болота, к борту небесного флота. Ветер ты. А я хотел увидеть сказки леса Венского, а я коммерческий продукт товарища Успенского. Закрываю глаза, и под окном вижу старую собаку и маму, дошедшую на лыжах. О, если молодость, наварили каши бы, ну, ведь пошиба того еще из простоквашина. Если взять прошлое, да накап ремонт. Дядя Федор бородатый, мальчика, иди каприл его пешочком по подоконнику, я бы накапливал. Я не замечали, а я всегда на вас привел. Они, по большому счету, не советовали со мной, читали ему русилку. Я всегда хотел плейбой. Эй, простоквашина, что же за люди мы, что же бы ее делали, как бы не было зимы. Вот такой вот старый хрен высокого полета, когда еще не было куфа, я первый знал, кто там. Это ты, говорилка, там, а я здесь. Кто там? Не должна происходить на этой кухне, а у нас не должно быть скучно. Мы собрались сюда в круг вокруг этого стола. Я вижу здесь надувина тексты у нее в руках. Написаны какие-то фразы. Я не хочу показаться вам странно, мы с другом собираемся скоро снимать. Мы скоро будем в интернет отправлять в наше следующее видео. Мы делаем шоу. Мы снимаем целыми днями его, потом записываю следующий альбом, издаю диски. Мне не бывает скучно, я очень рад, что вы нас посетили, да, немного в бокале у вас налита, немного шоколада, что тут еще происходит. Он свой напиток глотает, камерами меня записывает. Никто не унывает, никто не устает. Мы продолжаем уже долгий год. Я почти не выходил, целыми днями все записывал в блокнот, старался издать себя среди множества возможных нот. Да, народ очень рад. Я понял. Когда поэт, нахальник честный, в день ангела лихого космонавта не проклял космофест картонную ракету, тогда и дальше лились комплименты от молодежи бодрой в уши тети Настей. А так... Все плюнули на все, засели в интернет, румянец спал, здоровья духа стало меньше, а прежние цветы без огорода. Картонную покрасили ракету во все цвета, каких они когда-то были. И все довольны, знают свой оттенок, манил кисти, качество мазка, но вот, увы, ях, открытый космос от места безразлично далеко. Что, в общем-то, не нужен ни садовник, ни космонавт, ни в небо телескопы, и только блестки, удивленно на витринах, подмигивают так, как раньше звезды. Пока на них еще не бросили смотреть все те, кто нынче заняли места. А наш герой под облаком порхает, никто его стивление замечает, так и живет. Живут. Там счастье, тут тоска. А голову поднять не судьба. Склонились уснувшие травы, Клеве растыло над лугом брожение, Миродачили моритвой дубравы, Их серебристое светлое пение, Над безнаделкой, над горем, Над бездной, Русь сохранила, В покое безбрежно. Там Яросольфе, Их серебристое воскресенье, Их серебристое воскресенье, В мае счастливое, По объятиям нежно, Кровь от ревины, В розчерке неба, Тяжесть прощанье, Войно извиняющих, Жизнь по кусочкам блокадного хлеба, Ради уверящих, И говорящих, Белых берез, Колокольная дымка, Даля светит, И омоет по госту, К Богу плывет православная рыбка, Сеет и клинки, Победные звезды. Вокруг меня вино и конфетти, И странный мир душевных аномалий, Горит цветок, Как мощный жизни стиль, И друг мой не побьет нас Фестиваль с окраин, Мой друг столь странный, Зеркало лицо, А может кажется мне то, Но и другое, Когда прекрасен мир неграмотно кольцо, И наше вечное село Великую войну не затворит. Это вам, мои дорогие, Мои девушки, Я очень рад, что вы слышали. Вы творческие люди, Я живу. За вас спасибо, Игорь Михайлович, Спасибо. Давайте я вам скажу Совершенно малопатусную фразу. Этот самый выпуск, Который рассказ, Я думаю, вы понимаете, О том, писатель имею в виду. Его инициалы в ФМ. Дело не в этом. У нас самый дейдер, Теперь у нас с нами приходится Александр, А, Александр, Александр, Вы сейчас возвращаетесь Любопытнейшим, да, с бывшей нашей душевной степенью. И поэтому мы хотим решить вас тогда. И, конечно же, когда-нибудь наши эти противоречки нас обязательно покажут. Дорогие друзья, вы находитесь на Ропшинской улице. Одно из самых старинных улиц Санкт-Петербурга. Тут была Ропшинская слобода, строители строили крестности. А я в 1937 году был привезен сюда в двухмесячном возрасте после того, как родился в городе Луга. Так что я себя считаю лужанином. А здесь прожил до 1979 года. Когда был вынужден уехать в миграцию в США. Это то, чем приятен и знаменит для меня, что здесь произошла моя встреча с Аркадием Северным на втором этаже. Здесь мы познакомились. Здесь он неоднократно бывал. Здесь проводились его первые, самые первые записи под гитару. Поэтому я никогда этот дом не забываю. И когда прохожу мимо, в душе моей звучит песня «Моя родная сторона осенним золотом полна» и так далее. Вот все, что я вам хотел сказать. Он находится в музее его. А в общем, когда-нибудь можно будет послушать его исполнение, его игру. Это профессиональный физик он был, во-первых, по профессии. Он был профессиональный музыкант, закончивший консерваторию петербургскую. А это что там было? И он научился так ионизировать. Звук ионизировать. Что вот эта ионизация создавала звук волшебный такой. Уникально. Идет наводка, да. Идет наводка, да. У него же этот дом свой собственный. Собственное, да? Вот здесь, после революции, никому это не надо было. И он с этим терминвоксом, с его инструментом, попал в Америку. Где выступал с огромным успехом. В Нью-Йорке и во всех городах. Заработал много денег довольно. Женился на американке. Все у него было хорошо. Он имел большой дом в центре Манхэттена. Большой жилой дом, видимо, он сдавал его. Шестиэтажный, да? Шестиэтажный. Товарищем, которые в Кремле сидят. Им уже не имется. Им надо все. Все было захапывали. Человек имеет успех. А, давайте его будем использовать. Ему надо посылать разных людей. И в конце концов выменили его вернуться в Россию. Без. Он бросил этот дом, бросил жену. И вернулся в Россию, где и был, попал в заключение. Дальше. После этого его прикрыли к рукам органы. Заставляли делать послушивающие слова. Всякие. Можно было слушать, что говорят за окном. Встать с аппаратом и можно было бы слушать, что мы говорим. Какая судьба вообще выпала. В конце концов он при таком огромном даровании и при таких успехах он кончил жизнь просто слесарем какой-то лаборатории его. Его с трудом взяли и никто его даже не знал. Произошло одичание общества. Одичание людей, которые мы и сейчас переживаем. Да, да, да.